Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марк Горин, со мной в студии наш гость Барр Беннерия, в прошлом старший офицер полиции, дипломат, историк. Мы сегодня будем говорить о событии, очень значимом для европейской политики, думаю, что и дальше, и для нашего региона, о выборах в Турции. Несколько дней назад состоялись выборы в Турции. Партия Эрдогана получила результаты, превышающие, как мне кажется, ожидания даже самого Эрдогана. И к чему, с твоей точки зрения, это может привести, как это вообще скажется на европейской политике? Или давай сначала о результатах. Вот что за результаты? На этот раз Эрдоган сумел победить с таким процентом избирателя, 50%, 50%, да, который в прошлый раз, в июне этого года, он потерял довольно большие проценты. 39, по-моему, было. И не смог составить свое правительство, и потерял большинство... Коалиционный не мог составить, а теперь он может составить однопартии, да? Совершенно правильно, но у него другие цели. Не только составить однопартийный парламент, который будет, конечно, выполнять его волю, его требования, его проекты, планы, но у него, я бы сказал, амбиция, большие амбиции составить то большинство в парламенте, это где-то 360 депутатов, которые смогут ему дать специально изменить конституцию Турции, которая была секулярной, до сегодняшнего секулярной конституцией. Пока. Пока. После Ататюрка. Да, еще 23-го года. Но, и кроме этого, изменение из конституции даст ему, как президенту, я бы сказал, обширные уполномочия, которые даже президент Соединенных Штатов не имеет. В смысле того, чтобы он диктовать и судебную систему, верховный главнокомандующий турецкой армии может диктовать все, что ему захочется, и самое главное, уменьшить, или, я бы сказал, сократить то, что касается СМИ и права меньшист в Турции. Ну, султан. Это хуже, чем султан. Еще хуже, чем. Это просто турецкий диктатор, который в смысле того, что именем религии, именем Бога, именем какой-то национальной гордости, сказать, расширяет те уполномочия, которые мы думали, что в модерном государстве, в демократическом государстве, уже почти не существует. Он их возвращает обратно, эта рецессия и возвращение консерватизму турецкому, религиозному и национальному консерватизму. Ну, тут сразу возникает очень много вопросов. Во-первых, каким образом за меньше, чем за полгода можно было дать такой прирост голосов, что произошло, что вдруг 11% практически дающих решающее, как говорят цивилизованным языком, конституционное большинство, меняет саму систему власти. Нет, это изменение власти уже идет более 10 лет. До 2002 года, когда партия развития и справедливости пришла к власти. Которую укладывает РДК. Да, и так что это изменение направления более религиозного фундаментализма, более религиозного, сказать, обучения, более развития религии, религиозных институтов и национальных институтов. Все это идет не постепенно, это идет уже, как сказать, как сказать, на русском языке, это систематично. Так что можно сказать, что он в последние эти полгода, может меньше, 4 месяца, он сумел угрозами и, я бы сказал, и лозунгами, что отечество в опасности суметь сократить большое количество курдской партии, в нее входит очень много либеральных мыслящих людей. Кроме того, отобрать у национальной, националистической партии Турции 4 или 5 процентов, и эти лозунги отечества в опасности произошло из этих террористических актов. Позвольте себе на секунду отвлечься. Тебе это ничего не напоминает? Тебе не напоминают крики об арабских автобусах? Крики про арабские автобусы, на которых у нас Ликут получил лишние там 5 лет. Я этого не хотел заметить на этот раз, но если вы уже вспомнили, это тоже самая система, тоже самое, как сказать, инструмент угрозы народов в опасности, отечества в опасности. Автобусы ведут тысячами арабов на избирательные пункты, и левые их ведут, и так далее. То же самое система. Вернемся в Турцию. Я отвлекся, поскольку это уж слишком яркое сравнение, но разговор наш все-таки посвящен Турции, он, как ты считаешь, это вот эти лозунги отечества в опасности, запугивания, такой, для этого и электорат должен был быть, соответственно, готов к восприятию этих лозунгов, действительно, и теракты были, и все такое прочее, то есть, это упало на определенную почву. Ну, скажем, мы получили то, что получили, состоялось то, что состоялось. Что дальше? Султанат. Смотри, а как себя будет чувствовать Турция в Европе, в НАТО, в отношениях с Америкой, с Россией? Тут возникает масса вопросов. Совершенно правильно. И то, что касается результатов этих выборов, парадоксально, Соединенные Штаты и Европы довольны этим. Я вам скажу, почему. Почему? Потому что в эти месяцы будущее Турции было непредсказуемо. Дело шло в какой-то, может быть, полугражданской войне. На стольце. Да. ПКП, Курское подполье, Курская террористическая организация, стала очень активной. Турецкие войска. Не почувствовали слабость государства. Я не знаю, на чем, но они хотели поддержать и, сказать, остановить ту тенденцию Ардогана против курдов. И можно сказать, что армия начала заниматься военными операциями против курдов. Да, под видом борьбы с ИГИЛ. Конечно. Но дело не в том. Дело в том, что непредсказуемость будущего Турции привело Европу и Соединенных Штатов к какому-то, я бы сказал, мнению, что лучше Ардоган, чем какая-то там смута. А, вот так. Да, на это. Кроме того, об этом мы поговорим на будущей теме, то, что касается этих эмигрантов и этих беженцев, огромное количество беженцев, которые проходят в Европу через Турцию. Значит, большинство беженцев переходят в Болгарию, Венгрию, в Сербию, другие страны через Турцию. Там собралось, в Турции собралось 2 миллиона сирийских беженцев. Еще 300 тысяч из Ирака и Афганистана. Значит, Турция очень важный фактор, как определиться то, что касается беженцев. Знаешь, вот в этой студии, когда мы тогда говорили, тоже не имеет отношения или косвенно к нашему разговору, мы договорили о Сирии, Асад, Идеев, в Сирии, я сказал, и вообще оппозиция, я сказал, что лучше получается, что лучше ужас диктатуры, чем диктатура ужаса, по сути дела. Нечто подобное мы имеем и в Турции. Но дело в том, что Ардаган очень жесткий и некомпромиссный человек. человек, если он, я бы сказал, сконцентрировал силу, политическую силу и влиятельную силу, может быть, даже экономическую, финансовую силу, он думает, что он может делать все, что и желается, и даже на долгое расстояние, на долгое время. Он, может быть, понимает, но он не действует по своему понятию этим, как сказать на русском языке, по своему этим диктатам, диктатов его веры, его религии, религиозной веры, его национальной веры. А, ну, в НАТО он остается полноправленным сегментом. Но они очень проблематичны. Турецкие войска, турецкая армия очень проблематична в НАТО. Я скажу, почему. Потому что НАТО все-таки есть кодекс поведения. И кому принадлежит НАТО? Она принадлежит европейскому сообществу, которое основано на демократических основах. То, что уменьшение и сокращение гражданских прав, меньшинств в Турции, курды, не только курды, там есть болгары, там есть армяне, там есть еще язиды и так далее. И даже евреи. И даже евреи, у них тоже какое-то ограничение. Не слишком видно, но все-таки есть. Поэтому Турция для Европы, она головная боль. Она, в то же время, я понимаю, Турция для Европы головная боль. В то же время Турция мечтает войти в Евросоюз. Вот как ты думаешь, если они остановят это нашествие беженцев со своей стороны, понятно, не из Африки, а другая история, это может провожить им дорожку в Евросоюз? Не думаю. Не думаю. Я не думаю, потому что это еще не то. Я скажу почему. Потому что Турция, да, имеет какой-то, как сказать... Не сильная экономика. Да. У нее развитая экономика. Последние десятилетия она развилась на очень высокий уровень. И, как сказать, турецкая монета была очень сильная. Лира. Лира. Но она пала последние полгода очень низко. А сейчас поднялась после этих выборов. Экономика. И после того, что произошло там, этот туризм, который сократился очень. Так что Турция, может быть, выйдет сейчас с этой полосы кризиса, но еще непонятно как. Дело в том, что все инвестиции, иностранные инвестиции, чужие инвестиции, очень сократились. Поэтому все ищут какую-то стабильность. Сократились вещам. Вообще с общей основкой. Или события именно в Турции. Вот теракты, вот эти вот борьба с подпольем. Из-за этого сократилось? Почему сократились? Да, но то, что Эрдоган в июне. Потерял то лидерство. А, да. И тогда, в эти месяцы, до этих последних выборов, 2 ноября, не было понятно, куда это идет. Я рассказал уже, это было на каком-то маршруте, к какой-то гражданскому столкновению. Во-первых, он закрыл очень много редакций газет. И, как сказать, телевизионных каналов. Он арестовал десятки журналистов. Он обвинял людей в измене родины. И так далее. Я же не говорю, что 2 года или 3 года, он арестовали всю бывшую верхушку армии, даже начальника генерала штаба. И их судили. А потом, я не помню точно сейчас, как это произошло, но их судили на долгие сроки. Да, на долгие сроки. Значит, все, что Эрдоган делал, это установить свою личную или партийную диктатуру в Турции. Это не подходит к Европе. Поэтому Турция сегодня владеет каким-то преимуществом, то, что касается, например, беженцев. Во-вторых, он требует снять или убрать Асада в Сирии уже давным-давно. Ну, а с этим сталкивается с Ираном, с Россией и с другими. О, вот тут, в этот момент, вот мне очень интересно. Он хочет убрать Асада. В этом смысле он солидарен с позицией Соединенных Штатов, с позицией Суницких, Турция Суницкая, с позицией Суницких этих влиятельных княжев залива. Значит, он требует думать там. Россия держится за Асада, это не тема нашей разговора, но она держится за Асада по своим соображениям. Но есть проблема газопровода, этого турецкого потока. Если не будет турецкого потока, то российский газ должен идти через Украину, а российский степляшмент этого не хочет, а не хочет иметь дело с Украиной, платить ей за транспортировку. Значит, Турция, а Турция получает, иметь дело, шантажировать Россию. Да. Это не только газопровод, который еще только строится или только начинает строить. Это все четыре атомные электростанции. Это миллиарды долларов, которые вложила Россия в эти четыре атомные электростанции в Турции. А много турецких бизнесменов и фирм работают и действуют в России. Так что весь этот бизнес-мир, если Эрдоган разозлится на Россию или так он себя ведет, так он грозит закрыть все эти проекты и убрать всех своих бизнесменов из России. Огромные деньги. Да. Это даже не... Представляете, какой бизнес идет в России турецкими строительными фирмами, другими фирмами и так далее. Значит, и Турция, и, кроме того, российский туризм в Турцию. Это огромные, огромные десятки или, может, сотни миллиардов долларов в год. Это, я бы сказал, российский туризм. Это самые люди, которые имеют... Самые доступные. Доступные, конечно. Небогатые, тем более сейчас, доллар падает. Правильно. Небогатый народ России. Да. У него есть возможность отдохнуть. Да, да, да. Это очень популярное направление. Все, что это... У нас тоже когда-то было популярно. Да, но это, может быть, когда-то возвратится. Было некоторое время... Да, 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 были попытки возвратить. ...возвратились уже в Турцию. 300 тысяч израильских туристов выезжали каждый год в Турцию. Об Израиле чего? Боже, мы обязательно поговорим об Израиле в этом. То есть, ты считаешь, как я понял, что вот это усиление Эрдогана, с одной стороны, на руку Европе и Соединенным Штатам, то есть, основным акционерам НАТО, если говорить таким языком. С другой стороны, это для них будет сложно приветствовать сильную Турцию, так сказать, до самого высокого уровня. То есть, тут конфликт налицо, конфликт интересный. Конечно. Смотрите, у Турции есть большие проблемы в НАТО. В смысле того, что несмотря на то, что она старейший член НАТО, с 1949 года, когда была создана НАТО, эта организация, Турция была одна из первых. И она воевала, например, на Корейской войне, послала большой контингент войск на Корейскую войну, и в Турции были установлены американские ракеты против Советского Союза и так далее, и так далее. Заменитое ракеты, американские, Карибский кризис начался. Правильно, правильно, в 63 дент, и так далее. Были очень много баз. Это было не только против Советского Союза, это было даже против Ирана, в чем-то туда или сюда. Ну, шаиты судиты. И против Сирии, когда она была, казать, была партнером Советского Союза, Египта и так далее. И даже, извини, против Греции, которая соратник по НАТО, вроде бы, в то же время, заклятый друг. И в 74-м году, когда оккупировали половину Кипра, все это, и членство в НАТО было проблематично, несмотря на то, что турецкие войска, и кроме того, подавление курского восстания или курского населения, это было жестоким путем. Вот с этой минуты, пожалуйста, подробнее. Я хочу хотя бы 2-3 минуты о курдской проблеме. Курдская партия, при всем том, что мы только что сказали про усиление, про проценты, про невиданный потенциал этой силы, курдская партия перешла 10-процентный барьер. И, так сказать, она реальная политическая сила и реальный легитимный политический представитель курдских чаяний на территории Турции, и не только на территории Турции. Но без никакого влияния. Она будет член парламента, у нее было несколько десятков сидений, но без никакого влияния. Будут ее игнорировать совершенно. Потому что если у Эрдогана есть такое большинство в парламенте, он будет игнорировать не только курдскую партию, которая составлена, кстати, не только из курдов, я даже из хомосексуалистов голосовали за эту партию. Но дело не в этом. Дело в том, что с сегодняшнего дня, с 3 ноября, когда получили результаты этих выборов, можно отсчитывать время, когда Эрдоган будет, как сказать, менее советоваться с парламентом и будет делать, что ему пожелается. Поэтому дело в том, что курдская проблема, к сожалению, может быть решена, если он захочет, только военным путем. Но дело в том, что это не те времена, когда он может действовать свободно. Почему? Курдов на всем Среднем Востоке 22 или 23 миллиона человек. Частично это Ирак, частично это Сирия, Турция, даже в России или где-то в Азербайджане и так далее. Они распространены. Но самое важное, что сегодня на границе с Турцией курды и Ирака создали свое государство. Да, иракские курдистанции. И так поэтому это совершенно новый уровень столкновения. До того, что курды были меньшинство в Ираке, тут или там, в Турции, это можно было бы... Но сегодня курды вооружаются, имеют свои подготовления, имеют свои нефтяные поля и даже экспортируют нефть. Да, и более того, там уже есть комбинаты, которые по переработке, не только нефть, есть нефть и переработка. Так что турецкие курды, у них в чем-то и как-то есть уже за спиной уже какая-то помощь. И это очень беспокоит Адаганам. Кроме того, та турецкая, извиняюсь, курская подпольная террористическая организация, которая... Курская общая партия. Да, ПКП. И она все-таки не та, которая была в 80-е, 70-е годы, даже не много. Когда очалян и руководитель был арестован и посажен тюрьму на пожизненное заключение, с тех пор она падает, спадает. И включилась более и более в политический процесс Турции. Но после этих выборов, до этих выборов, они снова как-то начали заниматься террористической деятельностью, которая помогла Эрдогану поставить этот, как сказать, это... Решить территориальный вопрос. Правильно. И вот оставшееся время я хотел посвятить любимой теме. А хорошо ли это для евреев? Вот такой, такой крупный политический выигрыш Эрдогана, с одной стороны, вроде страх, с другой стороны, он приобрел такую силу, которая может позволить ему, в общем-то, вернуться к нормальным отношениям с израильем. Он уже не боится фундаменталистов, не боится... оппозицию. Мы улыбаемся. Оба. Я откровенно могу сказать, я хочу вам сказать, я не знаю, что сейчас поможет евреям. А вот так. Никто. 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 Потому что... Ну, Бог, как всегда. Что? Кто еще евреев? Только Бог. Нет, нет, нет. Были времена, когда это еврейское государство имело оказать помощь от стены до стены. Все нам помогали, все нас поддерживали, все нас любили. А в последние годы мы начали... Да. Мы к этому вопросу отдельно ведемся. Так все-таки, как ты считаешь, это событие в Турции, они как бы могут придать положительный вектор взаимоотношения Турции с Израилем, возвращение в Пасху. Я не думаю. Я думаю, что с 2010 года, когда произошла эта кризис Мармара, с этим суднем, когда там погибло 9 этих добровольцев, исламских и так далее, не важно, наш московский спецназ, вы знаете всю эту историю, стерпу, были серьезные попытки сблизиться, урагулировать этот конфликт. У Эрдогана не было такой силы, а теперь она и есть. Нет, у него была достаточная сила уже тогда, поэтому он не шел ни в какие-то, ни в какие-то компромиссы, наоборот, он только забирал, как сказать, скорость, вошел в скорость. Да, да, да. Сейчас, в последние полгода, когда он немножко ослаб, и в июне получил не то количество голосов, он уже был на перепуте, он не понимал, он не знал, что будет на будущих выборах, на этих выборах, когда сейчас он получил эту силу, этот потенциал, то, что касается Израиля, и то, что у нас есть проблемы внутренние, как мы ведем себя против палестинцев, и у него были большие проблемы с Египтом, когда он был за мусульмальских братьев. Да, да, да. Посмотрите, дело, партия, это самое, как это, законность и порядка, как это? Это тоже самое, тоже сухонность. Да, да, да. И когда убрали Мурси, президента Мурси, его заключили в тюрьму, это действительно разорвало совершенно отношения между Египтом и Турцией. А Египет и мы имеем очень теплые, очень близкие отношения. И поэтому, это тоже была причина, почему столкновение с Египтом, и сейчас я думаю, что его усиление, его позиции, его политики, его идеологии, это не произраильское, наоборот, может быть. Окей, буквально у нас, буквально секунды остается, буквально, вот ответь коротко, ты считаешь, он будет двигаться в направлении воссоздания Атаманской империи территориально, на, так сказать, ну, понятие сверхдержава, войти, что и сверхдержава, может быть, даже замахнуться на атомное оружие. — Те времена прошли. — Прошли. — Прошли. Но тогда можно было выставить, как сказать, тысячу, не знаю, десять тысяч кавалеристов с шашками, с саблями и за Аллаха, и помчаться, и оккупировать под войной. Это прошло. Но что может быть? Это большое влияние экономическое, энергическое влияние и политическое влияние Турции в этом регионе, в этом районе, как сказать. Но у кого это влияние и кому это влияние? Ирак разрушен совершенно, Сирия, он разрушен, Египет стоит на глубоком кризисе, Ливия разрушена, Йемен разрушается, может, уже разрушена, остаются Эмираты и Саудовская Аравия, более-менее, так сказать. Так что Турция и Иран совершенно тоже, с ним тут есть большие споры между Турцией и Ираном, так что еще непонятно, но у него эти, как сказать, желания есть, но это не так просто. Вот это твое непонятно, это очень точно отражает сегодняшнее, как мне кажется, настроение, ну и политологов, журналистов и комментаторов по отношению к тому, к чему приведет вот эти политические события в Турции, к чему они приведут Европу и наш Ближний Восток, который непосредственно уже касается нас, израильтян, как это будет, потому что это Сирия, это Иран, это действительно весь этот клубок, поэтому мы, дорогие друзья, мы обязательно будем наблюдать за этими очень интересными и не повистосово опасными событиями, за которыми надо следить очень внимательно, понимать и видеть, что же там на самом деле происходит и насколько это может быть для нас нести те или иные угрозы, и мы обязательно будем за этим наблюдать, спасибо, Барух, спасибо всем, кто был...